Вот уже почти полгода в Приморье работает Союз Независимых Медиа, куда могут обратиться жители края, которые столкнулись с проблемами, такими как нарушение закона, прав граждан, а также халатностью должностных лиц, проблемами ЖКХ и другими. Ситуации две. Есть либо люди, которые вообще не знают, что делать, и они никуда не обращались. А есть те, которые обращались везде, писали везде. У них есть официальные ответы, и они говорят, вы наша последняя надежда. Еженедельно в Союз поступает от пяти до десяти обращений. Журналисты СНМ откликаются на каждое из них. Есть просто такие вопросы, которые не решались десятилетиями, и там вот так сразу по щелчку, хочешь не хочешь, даже если очень захочешь, их все равно не решишь сразу. Поэтому, ну, все равно прислушиваются, прислушиваются. После того, как придаешь огласке какие-то проблемы, все равно начинается, так исторически сложилось почему-то у нас, что начинается какое-то движение, какая-то суета, начинают какие-то дела делаться. Это тоже хорошо. СНМ взаимодействует и с государственными, и с частными предприятиями. Все для поиска ответа и решения проблемы, с которой обратились жители. Есть взаимодействие со всеми. Ну, может быть, не сразу все идут, и не по всем вопросам, но навстречу всегда идут, всегда помогают, всегда разъясняют. И если какие-то вопросы возникают, там, они говорят, ну да, ребята, извините, но нам нужен от вас официальный запрос. Мы говорим, да не проблема. Мы напишем, как скажете, так и сделаем. И тогда, ну, через официальный запрос, но вопрос тоже решается. Напомним, Союз Независимых Медиа – это объединение негосударственных СМИ Приморского края, которые поддерживают друг друга и не боятся рассказывать о самых важных и интересных событиях края. Все участники Союза маркируют свою продукцию специальным логотипом. Его размещение на экране обложки газеты стартовой страницы означает, что СМИ следует принципам объективности в своей работе. Олег Завьялов, Екатерина Зверева, Денис Фадеев. Новости на восьмом.